Белая и отравленная, так жители поселка Коровинского спиртзавода, говорят о местной речке. Амшанка похожа на ручей, но впадает в Пронское водохранилище и реку Проню, которая является притоком Аки. Именно поэтому состояние ее воды напрямую влияет на здоровье людей. Когда-то здесь ловили щук и красей, теперь рыба вымерла. До этого, когда еще он был в государственном заводе, стоял, она вроде очистилась. Потом уже давно начал завод работать, то ли попадает, то ли спрос какой-то завод, то ли о чем. Ну, она вся белая, я не знаю, там лягушки не живут. Местные жители не раз били тревогу, однако администрация населенного пункта внимания на них не обращает. Общаться со съемочной группой глава поселения также отказался. Мы хотим поговорить про речку. Про речку это не садо. Это же ваше поселение. Спасибо. Теперь за дело берется природоохранная прокуратура. Проверяют состояние реки и прилегающей территории. Пробы воды берут в шести местах, выше и ниже завода по течению, а также пять проб донных отложений. Мы проверим на жиры, на нефтепродукты, БПК посмотрим, биологическое потребление кислорода. То есть это показатель органического заболевания. Также на азотный урок, на 3-3, аммоний. Анализ поможет установить источник загрязнения, ведь рядом с ним пробы будут показывать самые высокие результаты опасных веществ. Напомним, что в августе Министерство природопользования Рязанской области уже выписало штраф в 40 тысяч рублей за превышение нормативов. Ответственность понесло ООО «Биофармкомбинат», работающий на территории поселка. Также в непосредственной близости к реке была обнаружена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов. Детские игрушки, покрышки, строительный мусор и бытовая техника – отходы стекаются сюда со всей округи, ведь в населенном пункте нет ни одного контейнера для мусора. По словам жительницы близлежащего дома, они не раз перекапывали подъезд к участку и даже поставили шлагбаум. Это помогло, но ненадолго. Свалка переехала глубже в поле, где ее меньше заметно. Местные власти лишь разводят руками, нарушить проблему не могут. Тем не менее, по закону именно они будут нести за нее ответственность. В соответствии с тем, что в отходах производства и потребления запрещено размещение отходов вне специально установленных площадок, либо местом временного накопления. Как мы видим, данные отходы размещены на земельном участке без какой-либо пересыпки. Полигон имеет естественный уклон в сторону реки Амшанки. Он расположен на территории, которая граничит с местной фермой. Присмотревшись, можно заметить среди мусора упаковки от медицинских антисептиков, зерно отхода спиртового производства, а также обломанные кусты боярышника. Скорее всего, на импровизированную свалку приезжают не только жители. Также в ходе прокурорской проверки была обнаружена несанкционированная свалка продуктов отходов жидноводства, в том числе и свежие, привезенные буквально сутки назад. В ризуальном осмотре установлено, что данная ферма всему периоду не огорожена, а с территории фермы проложена грунтовая дорога в сторону непосредственно расположения отходов жидноводства. В данный момент ведется исследование всех факторов, которые могли повлиять на состояние реки Амшанка. После получения точных сведений об уровне и динамике загрязнения воды, а также площадях несанкционированных свалок, природоохранная прокуратура сможет установить размер ущерба и санкции для нарушителей. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».